Значит, сегодня мы обсуждаем статью Буллоса «Итеративная концепция множеств». Статья довольно старая, на самом деле, она впервые была опубликована в 1971 году. Вот, ну, начинается статья с двух цитат Георга Кантера, в которых определяется, что же такое множество, согласно Кантеру. Кантер пишет, что любое собрание, в целом определенных, хорошо различимых объектов нашей интуиции или мыслей, вот это множество. Или же множество также он определяет как многое, которое мыслится как единое, то есть тотальность определенных элементов, которые могут быть объединены в целое с помощью закона. Ну и по поводу этого Буллос приводит некоторые замечания, я просто из статьи их зачитаю, потому что они достаточно объемные. Буллос пишет, что, ну вот, к первому... Прошу прощения. К первому определению можно возразить на основе того, что в нем используется понятие набора и целого. Это понятие, которое мы понимаем, ну, как бы, вовсе не лучше, чем понятие множества. Кроме того, можно возразить, что должны быть множество объектов, которые не являются объектами нашей мысли. Что понятие интуиции — это, ну, скорее ущербный термин, скорее ущербное понятие. И следует... Не следует в неуверить, что всякий объект является определенным в кавычках Буллоса. Что должны существовать множество плохо различимых объектов, таких как волны и поезда. И, кроме того, по отношению ко второму определению Буллос говорит, что можно возразить на основе того, что многое — это, ну, вот в английском варианте, там, «эмэни» — это неправильное с точки зрения грамматики выражение. Что если что-то является вот этим самым многим, то оно вряд ли может мыслиться как единое. Что тотальность — настолько же непонятное понятие, как и множество. Что вовсе не очевидно, как законы могут комбинировать что-то в целое. Что должны существовать другие комбинации в целое, которые отличаются от тех, которые производятся вот этими самыми законами в кавычках. И так далее. Однако, все эти определения дают нам некоторое понимание того, что же такое множество, и все-таки выполняют какую-то полезную роль. То есть мы, исходя из этих определений, все же можем иметь какое-то, может быть, не совсем хорошее, не совсем строго определенное понимание того, что такое множество. Ну, в частности, из этих определений мы понимаем, что множество определяется элементами, и элементы этого множества первичны. Ну, на самом деле, указывает Булас, что не следует полагать, что понятия множества и отношения быть элементом могут быть определены через более простые понятия. Однако, это вовсе и не значит, что теория множеств не может пояснить, что это такое. Мы можем задать определение понятия множества и элементом множества контекстуальных, с помощью употребления этих терминов в максимумах, например. Дальше Булас формулирует наивную теорию множества, то есть Кантеровскую. И он говорит, что наивная теория множеств начинается со следующего замечания. Вот у нас есть закон исключенного третьего, и благодаря закону исключенного третьего мы можем взять любой кредикат. Благодаря тому, что у нас объекты либо попадают под предикат, либо не попадают, то есть закон исключенного третьего работает, соответственно, у нас выделяется некоторый набор объектов, для которых предикат истинен, он выполняется для них, и для которых предикат вложен, то есть он для них не выполняет. И наивная концепция множества начинается со следующего принципа. «Всякий предикат имеет объем». Рассмотрим стандартный первопорядковый язык, который в статье называется капа, в котором переменные пробегают множество и немножество. Кроме того, в этом языке будут предикатные константы S и принадлежность элемента множества. Мы можем выделить в наивной теории множество следующие аксиомы. Во-первых, это аксиома, имеющая вот такой вот вид, это аксиома экстенсиональности, которая говорит, что если x и y являются множествами, и они содержат одни и те же элементы, то x и y равны. И кроме того, у нас есть еще вот это аксиома свертывания, которая говорит, что для всякого условия фи существует множество объектов, которые являются ровно теми, для которых это условие истины. То есть мы можем задавать описание некоторых объектов и таким образом получать коллекцию этих объектов. Но наивная теория множеств, конечно же, она проста, элегантна, убедительна, естественна, но она противоречива. Противоречива она в силу вот этой как раз и всем свертывания, которую мы уже очень много раз обсуждали. И читая книгу Фрэнкеля, Бархилова и Леви, и читая источники, которые мы до этого изучали, и у Ильямса, но тоже аксиома свертывания обсуждаются в книжке по модальной логике. Вот. Ну, с парадоксом Рассела, я думаю, все прекрасно знакомы. Мы это уже очень-очень много раз повторяли. Если очень кратко, то парадокс Рассела может быть сформулирован вот таким образом. Дело в том, что у нас имеется некоторая общезначимая формула. И раз она общезначима, значит, она является теоремой любой теории на языке Капа. То есть это чисто логическое утверждение. Оно не зависит от определения нелогических понятий, как, например, принадлежность элемента множества. То есть мы можем заменить принадлежность на любое другое бинарное отношение, и у нас все равно парадокс будет получаться. То есть вот эта общезначимая формула говорит, что не существует такого Y, который является, который обладает некоторым свойством, ну, в нашей преднамеренной интерпретации является множеством, таким, что это множество содержит ровно те элементы, для которых выполняются условия, что X не является элементом X. То есть множество всех множеств, которые не содержат в себе в качестве своего элемента. Это наша предполагаемая интерпретация. Естественно, поскольку это общезначимая формула, интерпретация может быть совершенно другой, и она все равно останется истиной. А указанная формула, вот эта, она противоречит, соответственно, одной из подстановок в аксиомную схему свертывания. Мы можем в качестве условия φ в аксиомную схему свертывания поставить X не принадлежит к X. Тогда у нас получится формула, которая указана на слайде в третьем пункте. И вы видите, что у нас имеет место прямое противоречие. Вот, то есть вот эта вот самая наивная теория множеств, конечно, замечательная, но тем не менее от парадокса мы хотим отказаться. Дальше Буллос переходит к обсуждению итеративной концепции множества. Он говорит, что, ну вот, можно, конечно, попытаться ввести некоторые аксиомы, такие, которые будут выполнять ту же самую работу, которая выполняется, допустим, аксиомой свертывания, да, но тем не менее мы подберем эти аксиомы так, чтобы парадокса у нас не возникало. И может показаться, что любая такая аксиоматизация теории множества будет искусственной. То есть мы же придумываем специально какие-то аксиомы, которые запрещают парадоксы. Но означает ли это, что мы правильно схватываем понятие множества и понятие быть элементом? Но, говорит Буллос, есть одна интересная концепция, она называется итеративная концепция множеств. Она является естественной, она свободна от искусственности, она ни в коей мере не является отхоковой. И, в общем-то, достаточно широко известна. Хотя философы на нее обращают внимание крайне редко. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на работы, ну, например, Клайна, то у Клайна эти идеи называются кумулятивной иерархией. То есть в литературе итеративная концепция множеств обычно обсуждается теми, кто занимается основанием математики. И в основном это, собственно, много времени математики. А философы как-то обходят стороной. В 71-м году Буллос об этом пишет. Обходят стороной в основном эту концепцию, и ее достаточно сложно найти в обсуждении этой концепции в имеющейся в то время литературе. Вот, но итеративную концепцию он связывает в первую очередь с работами Цермелла и Рассела. Правда, он отмечает, что итеративная концепция не является более естественной, чем наивная. И у нее есть некоторые недостатки. Недостаток состоит в том, что итеративная концепция не настолько проста в объяснении, как наивная теория множества. Но, тем не менее, как говорили Буллос, поскольку это известно, она не противоречила. Ну, то есть прошло там где-то 60 лет приблизительно, и за эти 60 лет никаких намеков на противоречивость итеративной концепции пока нет. Ну, я имею в виду, конечно, 71-й год, 60 лет. С начала, с первого десятилетия 20-го века. Потому что вот работа Цермелла, в первую очередь, на которую мы можем опираться, это 1908 год. Вот. И дальше Буллос отмечает, что общепринятой формализацией теории множеств является ЗФ. То есть теория множеств Цермелла Френкеля. Это первопорядковая теория. Обычно она формулируется как первопорядковая. И вот как раз она выражает итеративную концепцию множества. Он говорит о том, что есть система ЗЭТ, это система Цермелла, вот как раз таки, та, которая была представлена в статье 1908 года. И система ЗЭТ является подсистемой системы ЗЭТ. Теории множеств фон Неймана, Бернайса, Гёделя и теории множеств Морса, Келли, они чаще всего формулируются в виде второпорядковых теорий, они являются суперсистемами ЗЭТ, то есть они расширяют систему ЗЭТ. Все остальные, ну например, там новое основание Квайна или какие-нибудь вот еще такие вот концепции, по мнению Булласа, они основываются не на итеративной концепции множества, а вот как раз таки на некоторых других идеях. вот эти вот New Foundations и ML это Mathematical Logic Квайна, эти варианты представления теории множеств не имеют, по крайней мере кажется Булласу, какой-то отдельной мотивации помимо преодоления парадоксов. То есть это системы специально созданы для преодоления парадоксов наивной теории множеств, они кажутся Булласу более ничем не обоснованными. Ну это такая точка зрения, которую мы сегодня не будем и даже не сможем обсудить, поскольку настоящая статья этому не посвящена. Вот. Однако вот у ЗЭТ есть одна очень замечательная черта, это как раз таки ее мотивация и мотивация системы ЗЭФ основана на некоторых идеях относительно природы множеств. И на эту идею мы можем опираться даже в том случае, если бы наивная теория множеств была непротиворечива. Ну допустим, вот у нас такая ситуация, что наивная теория множеств не противоречива. Тем не менее, понятие множества и понятие того, что значит быть элементом множества, они дают нам некоторое представление о том, как множество устроено, и соответственно мы можем вот это вот неформальное представление о том, как эти понятия устроены, как они работают, мы можем использовать для построения системы ЗЭФ. То есть система ЗЭФ имеет помимо мотивации в смысле преодоления парадоксов, еще и мотивацию, которая в принципе связана именно с определениями понятия множества и понятия элементом множества. Вот, и более того, эту идею мы можем описать еще до самого формулирования теории, имеется в виду построение формальной концепции. Боуз говорит, давайте рассмотрим вот такой вот аксиом наивной теории множеств. Существует некоторый Y, Y является множеством, и для всякого X, X является элементом Y, тогда и только тогда, когда X является множеством, и X равен X. Вот это, да, вот здесь должно быть принадлежность, неравенство. Вот, это аксиома утверждает существование множества всех множеств, и это множество содержит себя в качестве своего элемента, но они просто включают себя в качестве своего подможества. Да, мы помним, что каждое множество является своим собственным подможеством. Вот, здесь повторяется для удобства это утверждение. Ну и опять я обращаю внимание, что здесь должна быть принадлежность элемента множества. Вот, когда мы в нашем мышлении объединяем некоторые объекты, набор, да, формируемых из них множество, мы не предполагаем, что этот набор будет представлять одну из тех вещей, которые мы, из которых мы строим этот набор, да. Как-то это очень странно, что если вот перед нами есть, допустим, три предмета, и мы хотим сделать множество из этих трех предметов, то мы осуществляем эту операцию построения этого множества, и после этого у нас получается, что мы построили новый объект, который совпадает с одним из тех объектов, которые у нас уже есть. Если у нас получается так, что существует некоторое множество, которое является элементом самого себя, то у нас тогда существует два множества, которые являются элементами друг друга. И тогда у нас существует три множества, которые являются элементами друг друга, и четыре множества, которые являются элементами друг друга, и сколько угодно множеств, которые являются элементами друг друга. И это все очень странно. Это такая патологическая ситуация, как Булас выражается. Чуть менее патологическими являются допущения существования нефундированного множества то есть такого множества которое принадлежит некоторому множеству z каждый из элементов которого имеет общий элемент z или же некоторой бесконечной ну там например циклической последовательности множеств которые там друг другу являются элементами или же бесконечной последовательности множеств которые кажутся последующие то есть у нас есть некоторая серия может там например множество x0 x1 x2 и так далее и x1 принадлежит x0 x2 принадлежит x1 и вот такая вот бесконечная последовательность это тоже патологическая ситуация вот в итеративной концепции может у нас такого быть никак не может такие странности у нас не возникает как же формулируется итеративная концепция может она может быть сформулирована с помощью трех частей первая часть говорит что мы в нашей интерактивной концепции множество используем термин стадия сформирована на ранее чем и не останавливаться вот этих терминов конечно же не должно быть формальной теории конечно нам кажется что множество как бы постоянно будут продолжать создаваться в ходе итеративной иерархии до построения вот этой итеративной иерархии но тем не менее это не совсем так это просто наши неформальное представление о том что происходит дальше во второй части дается собственно аксиматизация вот этой вот итеративной концепции она лишь частично формализует наши неформальные идеи и это формализация называется теория стадии а затем в третьей части активной концепции происходит вывод аксиом теории множеств они у нас формулируются на это стандартный первопорядковый язык и аксиом и теории множеств мы выводим из аксиом теории стадии вот что же такое множество множество это некоторый набор причем в рамках итеративной концепции это набор который формируется на некоторой стадии и стадии у нас выделяется в следующем процессе то есть мы начинаем с индивидов если они имеются затем у нас есть нулевая стадия на стадии мы формы формируем все возможные наборы из индивидов если индивидов нет то формируется пустое множество то есть набор из того что у нас имеется у нас ничего не имеется соответственно у нас появился набор который пустой если же есть один индивид то у нас формируется два множества пустое и синглитон содержащий этот если у нас н индивидов то, соответственно, формируется два степени n множества на нулевой стадии. Дальше на первой стадии мы формируем все возможные наборы из индивидов и множеств, которые сформированы на нулевой стадии. После этого на второй мы формируем все возможные наборы из индивидов и множеств, сформированных на нулевой и первой стадии. Ну и дальше мы просто не останавливаемся, И на каждой стадии мы формируем все возможные наборы из индивидов и множеств, сформированных на предыдущих стадиях. Во многом, если кому-то знакомы идеи Критки о том, как определять понятие истины, это очень похоже. Я думаю, что Критки моделировал свою теорию истины на основе итеративной концепции. Принцип такой, сначала определить понятие истины для всех предложений, которые понятие истины не содержат. Затем определить понятие истины для всех предложений, для которых мы только что определили понятие истины и так далее до бесконечности. Здесь примерно то же самое, но только с множеством. Дальше у нас идет следующее. Когда мы все стадии 0, 1, 2 и так далее, соответствующие натуральным числам, пройдем, у нас появляется стадия Омега. На этой стадии в том числе будет сформировано множество всех множеств, которые сформированы на стадиях 0, 1, 2 и так далее до Омега. Не включая ее. После стадии Омега идет стадия Омега плюс 1, потом Омега плюс 2, затем после всех стадий 0, 1, 2 Омега, Омега плюс 1, Омега плюс 2, идет стадия Омега плюс Омега или Омега умножить на 2. Затем у нас, соответственно, 0, 1, 2 омега плюс омега. Потом идет стадия омега плюс омега плюс 1. Потом омега плюс омега плюс 2 и так далее, и так далее. И так у нас в конце концов появляется стадия омега плюс омега плюс омега. То есть омега умножить на 3. Затем омега умножить на 4. Потом у нас все дальше мы движемся и получаем омега умножить на омега. да и потом у нас будет омега в степени омега в степени омега и так далее так далее так далее все время мы продолжаем дальше вот можно сказать что множество как бы продолжают формироваться на каждой стадии формируется все все множество всех предыдущих стадий однако голос говорит для удобства мы в дальнейшем будем считать что множество формируется только один раз и она формируется на наиболее ранней стадии то есть например на нулевой у нас если видов нет соответственно на первой стадии у вас пустой может уже снова не формируется у нас формируется кроме того вот интересное свойство этой самой интерактивной концепции как раз таки состоит в том что благодаря вот такого такой в некотором смысле процедуре построения хотят как вот оговаривается конечно не совсем процедура да то есть у нас мы предполагаем что эти множества уже существуют а не то что они постоянно формируется это просто наше описание того что имеет место которое для нас удобно вот ни одно из тех множеств которые у нас на какой-либо стадии появляются они не содержат сами себя таким образом у нас нет множество всех множеств нет двух или более множеств которые вы циклически содержали друг друга нет множеств которые соответственно формируют разные патологические последовательности которые были указаны ранее и тогда вот и собственно говоря множество системы это множество которое построено исходя из допущения того что никаких индивидов нет при помощи вот такой процедуры построения процедуры в кавычках вот такие множества называются чистыми то есть чистое множество это множество которое никаких индивидов не содержит вот все элементы чистых множеств тоже являются чистыми множествами пустое множество является чистым множеством как я уже говорил оно формируется на стадии 0 затем синглитон из пустого тоже является чистым потому что все элементы его являются чистыми и она формируется на стадии 1 затем на затем у нас формируется множество содержащие в качестве элемента синглитон, содержащий пустое множество. И это множество тоже является чистым. Оно формируется на второй стадии. Чистым оно является, потому что оно содержит только чистое множество. Ну и так далее. То есть никакие нечистые множества, если так можно выразиться, в нашей системе не появляются. И дальше мы будем использовать понятие множество для того, чтобы обозначать чистое множество. То есть мы начинаем с того, что индивидов никаких нет. У нас формируется пустое множество, и дальше у нас только чистое множество. Дальше нам надо, прежде чем мы сможем сформировать теорию стадий, нам требуется определить язык, на котором это будет делаться. Мы возьмем двухсортный язык J, который будет содержать два типа предметных переменных. У нас будут предметные переменные XYZ и W. Они будут пробегать по множеству. И переменные RST, они будут пробегать по стадии. В качестве предикатов мы берем из языка L принадлежность элемента множеству и равенство. Кроме того, J еще содержит предикат E. Это предикат раньше, чем соответственно предикат для стадии, что одна стадия раньше, чем другая стадия. И предикат F это сформировано на... когда некоторое множество сформировано на некоторой стадии. мы можем сформулировать теперь уже нашу аксиоматику, нашу теорию стадии построить. У нас будет набор аксиом, которые называются аксиомы стадии. Это следующее. Во-первых, ни одна стадия не раньше самой себя. Затем, отношение раньше, чем является транзитивным. То есть, если некоторая стадия раньше, чем некоторая другая, и вот эта вторая стадия раньше, чем еще какая-то, то тогда и первая стадия будет раньше, чем вот эта еще какая-то. В данном случае R раньше, чем S, S раньше, чем T, значит R раньше, чем T. Вот, транзитивность. Кроме того, отношение раньше чем является связным. То есть у нас получается, что для всяких двух стадий S или T у нас либо получается, что S раньше T, либо они совпадают. То есть это одна стадия, либо T раньше, чем S. Вот для всех них определено вот это. Кроме того, существует наиболее ранняя стадия. Это самое начало нашей иерархии. То есть тут у нас так же, как с нулем, в натуральном ряде говорится о том, что у нас нет числа, которые раньше, чем... Вот здесь нет стадии, которая... Слишком много у меня опечаток в слайдах сегодня. Вот, также у нас пятая аксиома. После следующей стадии непосредственно следует некоторая другая стадия. То есть никаких разрывов у нас нет между стадиями. Кроме того, у нас формируются аксиомы формирования множеств. Они следующие. Существует стадия не наиболее ранняя, которая не идет непосредственно после любой другой стадии. Это у нас стадия омег. Для того, чтобы перейти уже за пределом этой данной чисел. Затем всякое множество формируется на некоторой единственной стадии. То есть множество формируется только один раз на самой своей ранней стадии. На какой наиболее ранней стадии оно может быть сформировано, оно и формирует. И дальше всякие элементы множества формируются на более ранней стадии, чем само это множество. То есть множество не может содержать в качестве элементов что-то, что сформировано на этой же стадии или на стадии после нее. И также, если множество сформировано на некоторой стадии, то на более ранней стадии или после нее сформирован по меньшей мере один из элементов этого множества. И это исключает ситуацию, когда до некоторой стадии сформированы все элементы. Но на этой стадии, например, не сформировано множество, о котором мы говорим. Кроме того, мы примем следующую аксиомную схему. Для всякой стадии с существует такое множество y, что для всякого x. x является элементом y тогда и только тогда, когда выполняются условия х. И существует стадия t, такая, что t раньше, чем s, и x сформировано на стадии t. Здесь хи — это произвольная формула языка j, в которой нет свободных вхождений переменной y. И всякая такая аксиома, то есть это у нас аксиомная схема, да? Вот всякая конкретная аксиома, когда мы вместо хи некоторые условия подставляем, утверждая, что на любой стадии имеется множество таких множеств, в которых приложим ахи. И которые сформированы до этой стадии. Вот это некоторый аналог аксиомы выделения, но работают приблизительно так же. Вот. Здесь эти аксиомы называются аксиомой спецификации. Это все остановочные случаи в этой аксиомную схему. Это аксиома спецификации. Ну, то есть у нас получается, что на любой стадии формируется всякое возможное множество множеств сформированных на более ранних стадиях. При условии, что это множество не было сформировано ранее. Вот. И кроме того, множество порождаются индуктивно, подобным натуральным числам. То есть у нас тоже некоторый ряд, некоторая вот эта кумулятивная иерархия строится. Вот. И, соответственно, нам требуется принцип индукции для того, чтобы наша теория адекватно представить в формализованном виде. Булус говорит о том, что, ну, вот, можно рассмотреть по меньшей мере два разных принципа индукции для натуральных чисел. Они формулируются вот таким образом. Допустим, первый принцип говорит, что если ноль обладает свойством, и если какое-либо натуральное число обладает этим свойством, то следующее тоже обладает этим свойством. И из этого мы можем вывести, что всякое натуральное число обладает этим свойством. Это вот то, что обычно подразумевается под принципом индукции. Кроме того, принцип индукции для натуральных чисел может быть сформулированным другим способом. Вот таким вот. Если каждое натуральное число обладает свойством, при условии, что все меньшие натуральные числа им обладают, то всякое натуральное число обладает этим свойством. Вот. И как раз таки за основу принципа индукции для множеств мы возьмем вторую версию принципа индукции для натуральных чисел. Мы будем считать, что стадия S охватывается предикатом P, если предикат P применяется ко всякому множеству, сформированному на стадии S. И таким образом принцип индукции для множеств у нас будет следующим. Если каждая стадия охватывается предикатом, при условии, что все предыдущие стадии охватываются этим предикатом, то всякая стадия охватывается этим предикатом. Вот. Для этого принципа требуется второпорядковый язык. Однако мы можем использовать аксиомную схему, так же, как мы для аксиом спецификации сделали. Вот. Асиомная схема будет иметь вот такой вот вид для всякой стадии S. Затем там у нас вот это вот условие о том, что стадия охватывается предикатом, если все предыдущие охватываются предикатом. Да, и здесь вот это вот условие у нас, соответственно, тета и хи. И далее из этого у нас выводится, что для всякой стадии, если х сформирован на этой стадии, то выполняется хи. Для этих самых множеств сформированных на этой стадии. Вот. Здесь хи — это формула языка J, в которой нет переменной t. А тета — это формула J, которая содержит свободную t в случае, если хи содержит свободную переменную s. Для того, чтобы у нас не было всяких там странностей при постановке. Ну вот. Все вот эти вот правильные постановки в эту аксиомную схему называются аксиомной индукцией. Дальше Босс говорит, что вот мы можем теперь начать выведение аксиом теории множеств из нашей теории стадии. Аксиоматизацию, ну, выведение аксиома, он начинает с системы Z, и затем систему Z соответственно формирует как расширение для системы Z. Но надо сказать, что некоторые... Ну, то есть это немного другая формулировка теории множеств с помощью немного других аксиом, не тех, которые рассматриваются, например, в книге Фрэнтеля в архиве, или там аксиома пустого множества, например, не было специально, в качестве отдельной, а здесь вот есть. Ну, несмотря на это... Ну, вообще, да, надо сказать, что аксиомы... Аксиоматизация теории множеств, даже вот как бы совместимые Z, Z, F, Z, F, C и так далее, они, конечно, могут иметь разный вид. Какие-то прям аж канонические-то... Вряд ли можно выделить какие-то из них канонические. То есть, как у нас выводятся аксиомы системы Z? Во-первых, аксиома 100 множества. Она говорит, что существует множество без элементов. И, соответственно, мы берем аксиому спецификации, и в качестве хи мы берем условие x равен x. У нас получается вот такая вот постановка. Для всякой стадии S существует множество y. Такое, что для всякого x, x является элементом y, тогда и только тогда, когда x равен x. И существует t, такое, что t раньше, чем S, и x сформировано на стадии t. Вот, ну, то есть на всякой стадии имеется множество всех множеств, сформированных на более ранних стадиях, получается. Самая ранняя стадия — это стадия 0. До стадии 0 никакие множества еще не были сформированы. Значит, на стадии 0 формируется пустое множество. И только на стадии 0. Вот, соответственно, мы вывели, что пустое множество существует. Мы называли аксиомы пустое множество. Дальше аксиома пары. Она говорит, что для любых множеств v и w, необязательно различных, существует множество, чьими элементами являются только v и w. Ну, если v и w совпадают, то у нас просто симплитон получится. Вот, здесь мы в качестве хи примем следующее условие. Это x равен v или x равен w. Делаем постановку. В нашу аксиома спецификации у нас получается вот такая формула, которая говорит, что на любой стадии имеется множество всех множеств, сформированных на более ранних стадиях, которые совпадаются v или w. Вот, то есть получается, что так как любое множество сформировано на некоторой стадии, то если на некоторой стадии сформировано множество v, также на некоторой стадии сформировано множество w, то на некоторой более поздней стадии по отношению к этим двум будет сформировано множество пар, поскольку мы все возможные множества на каждой стадии формируем. Дальше аксиомы объединения. Она говорит, что для любого множества z существует множество, чьими элементами являются элементы элементов z. Здесь мы в качестве хи примем следующее условие. Существует w, такое что x является элементом w, и w является элементом z. Соответственно, вот у нас такая вот постановка в аксиомную схему спецификации. И она будет говорить, что на любой стадии существует множество всех элементов, элементов z сформированы на более ранних стадиях. Допустим, z сформировано на некоторой стадии. Все элементы z, соответственно, сформированы на более ранних стадиях. И все их элементы тоже сформированы на более ранних стадиях. Значит, z существует в соответствии с нашим представлением о том, как строится вот эта кумулятивная иерархия. Дальше у нас идет аксиома множества степеней. Для любого множества z существует множество, чьими элементами является множество z. Под множество z. Мы в качестве условия хи примем следующее. Для всякого w, w является элементом x, то w является элементом z. Соответственно, вот такая подстановка в аксиому спецификации, которая говорит, что на любой стадии существует множество всех подмножеств z, сформированных на более ранних стадиях. Если z сформирован на некоторой стадии, то его подмножества сформированы на этой стадии или более ранних стадиях. Наверное, отдельно надо пояснить, что значит здесь сформирован на этой стадии. Здесь речь идет не об элементах z, а о подмножествах. Допустим, мы находимся на стадии номер 2 На стадии номер 2 у нас, соответственно, формируются все возможные множества Из тех, которые уже сформированы У нас на 0 сформировано пустое На 1 сформирован синглитон Соответственно, на 2 стадии мы формируем множество, которое содержит в себе синглитон из пустого и формируем множество, которое содержит пустое множество и синглитон пустого множества. И кроме того, мы еще формируем множество, которое содержит пустое, синглитон из пустого и множество, которое содержит в себе синглитон из пустого. То есть все возможные множества из уже существующих. Мы проходим эти все комбинации. И у нас получается, что, допустим, взять вот это множество из пустого и синглитона, получается, что все его элементы сформированы на более ранних стадиях. Соответственно, рассмотрим все возможные подмножества. Все возможные подмножества, это тоже пустое, это синглитон из пустого и само это множество. Целиком. Два, соответственно, сформированы на предыдущих стадиях, а одно подмножество сформировано на этой стадии, на второй. Вот. То есть, подмножество могут формироваться на той же самой стадии, что и множество, для которого мы подмножество получаем. Дальше аксиома бесконечности. Она говорит, что множество, не содержащее ни одного элемента, является пустым. z есть последующее для x, если элементы z, все элементы x и также само x. Ну, то есть, z содержит все элементы x и сам x. Тогда существует множество, содержащее пустое множество, и последующее множество для любого содержащегося в нем множества. Здесь у нас строится иерархия, ну, то есть, ряд теоретико-множественных натуральных чисел в духе фоннеймена. Вот. Для всякого множества существует последующее множество. Последующее формируется на следующей стадии, после стадии, на которой формируется данное множество. И мы можем взять вот такую вот подстановку, которую мы уже видели, когда о пустом множестве говорили, да. Она говорит о том, что на любой стадии существует множество всех множеств, формированных на предыдущих стадиях. Соответственно, вот у нас постоянно будет строиться, в нашей этой самой кумулятивной иерархии постоянно будут возникать новые множества, которые содержат там все предыдущие, которые нам нужны. Дальше аксиома выделения. Она у нас формулируется вот таким образом, что... Для всякого множества z существует множество y такое, что для всякого x, который является элементом y... x является элементом y тогда и только тогда, когда x является элементом z и выполняются некоторые условия φ. То есть мы берем уже существующее множество, берем некоторые условия φ и, соответственно, из этого существующего множества... что берем только те элементы, для которых условие хи выполняется. И вот то, что мы берем, оно является тоже множеством. Для того, чтобы обосновать аксиомы выделения, мы в качестве хи для подстановки в аксиомную схему спецификации возьмем следующее условие. Х является элементом Z и φ. И здесь у нас получается вот такая подстановка, которая говорит, что для любой стадии существует множество всех множеств, сформированных на более ранних стадиях, которые предъявляют Z, и для которых выполняются условия φ. Тут наши условия, здесь в скобке как раз указано, что х принадлежит Z, Z, да, уже Z, это уже существующее, и выполняются условия φ. Вот, поскольку Z это множество всех множеств, которые сформированы на предыдущих стадиях, поскольку элементы Z сформированы ранее. То есть они уже существуют. Вот, поскольку на каждой стадии формируются все возможные множества из тех, что уже имеются, то существует и множество тех множеств, для которых выполняются условия φ. Таким образом, они входят также и в Z, который является множеством всех множеств, которые сформированы до него. Дальше аксиома регулярности. Она достаточно специфичная, и более подробно я о ней скажу немного позже, сейчас только некие наброски, так сказать. Вот она формулируется таким образом. Существует х, такой, что выполняется φ. И если существует х, для которого выполняется φ, то существует х, такой, что выполняется φ, и для всякого у, который является элементом х, выполняется не ψ. Вот здесь у нас φ не содержит у, а ψ является совпадающей с φ формулой, но содержит у, если φ содержит х, чтобы взаимного связывания не происходило. Вот. То есть у нас получается следующее. Пусть у нас есть некоторое φ, и φ применяется к х''. Стадия, на которой сформирована х'', не охватывается не φ, потому что на этой стадии есть, по крайней мере, одно множество, для которого φ не выполняется. Вот, для которого φ выполняется, соответственно, не φ не выполняется. Вот, по индукции мы получаем, что имеется стадия, которая не охватывается отрицанием φ, хотя все предыдущие охватываются отрицанием φ. На стадии, которая не охватывается отрицанием φ, имеется вот этот самый х, да, х'', который раньше, к которому применяется φ. Если y находится в х, то y сформировано раньше. А значит, на такой стадии, которая охватывается отрицанием φ. Значит, не φ применяется к y, а именно это и есть условие отрицания φ. Везде они достаточно сумбурные и, может быть, сложные. Ну, то есть здесь мы говорим о том, что вот у нас есть некоторый ряд стадий, для этого все эти стадии охватываются условием отрицания φ. То есть все множества, которые сформированы на этих стадиях, они выполняют не отрицание φ. Затем у нас появляется какая-то следующая стадия, на которой у нас возникает множество, для которого отрицание φ не выполняется, а наоборот выполняется просто φ. И, соответственно, получается следующее. Вот это множество мы называем x в нашей аксионе. Вот существует x, для которого выполняется φ. Соответственно, для всех предыдущих стадий у нас, поскольку там выполняется отрицание φ, то мы должны найти, что же там за множество таких. Поскольку множество x содержит только те множества, которые сформированы на предыдущих стадиях, то у нас и получается, что все вот эти множества, которые содержатся в x, они выполняют отрицание φ. И это множество мы называем y. А поскольку ψ отличается от φ только тем, что ψ содержит y, если ψ содержит x, то у нас и получается, что y это те самые множества, для которых выполняются условия отрицания ψ. Надеюсь, стало понятнее. Значит, теперь чуть подробнее по поводу аксиомы регулярности и ее применения. Она, аксиома регулярности является аналогом принципа наименьшего числа. Принцип такой, если существует число, обладающее некоторым свойством, то существует наименьшее число, обладающее этим свойством. Самое, самое маленькое у всех. Вот, и вот аксиома регулярности, она как раз-таки выполняет примерно ту же роль, что и этот принцип для множества. Аналог, соответственно, может быть назван принципом теоретика множественной индукции. Вот это вот натуральное число. Соответственно, благодаря аксиому регулярности мы, например, можем доказать следующую теорему. Ни одно множество не содержит само себя. Допустим, у нас существует х такое, что х является элементом х. Допустим, существует такое множество, которое содержит само себя. И тогда мы делаем следующую подстановку аксиома регулярности. У нас получается, что если существует х такое, что х является элементом х, то существует х такое, что х является элементом х, и для всякого у, причем у является элементом х, у не является элементом х. Модус понус, из нашего гипотезы и подстановки максимума регулярности, мы получаем следующее. Некоторый x принадлежит самому себе, хотя ни один элемент x не принадлежит самому себе. Но если он себе принадлежит, то он же должен себя... То есть он себя содержит в качестве элемента. Соответственно, он должен... Хотя бы один элемент этого множества x должен себя содержать. Но у нас получается так, что ни один не содержит. Соответственно, противоречие, значит, наша гипотеза неверная, значит, не существует такого x, который является своим собственным элементом. Вот эти рассмотренные аксиомы могут быть выведены из всех достаточно сильных теорий, которые могут быть названы формализациями итеративной концепции. Возможен, конечно, другой набор аксиом итеративной концепции, более сильный, который позволит получить и другие аксиомы теории множества. Например, какой-нибудь более сильный вариант аксиомы бесконечности. Когда мы обсуждали Фределя, Бархилла и Леви, там несколько вариантов аксиомы бесконечности приводилось. Вариант для Цармеловской последовательности, теоретика множественных нумералов, для Фон Неймановской, потом для объединения и так далее. Соответственно, там разные отношения выводимости между этими вариантами аксиомы бесконечности. Соответственно, если мы берем некоторый другой набор аксиомы итеративной концепции, то мы можем получать более сильные варианты некоторых аксиом, в частности аксиомы бесконечности. Однако у нас возникает ситуация, когда аксиомы замещения и аксиомы выбора не могут быть выведены из итеративной концепции. Обычно аксиомы регулярности имеют следующий вид. Это более современный вариант формулировки аксиомы регулярности. Она говорит, что для любого непустого множества z существует множество x, являющееся элементом z, такое, что x и z не имеют общих элементов. В системе z, представленной в статье 1908 года, у нас использовались аксиомы экстенсиональности, пустого множества пары и, соответственно, симглитона. Потому что симглитон из пары получается. Объединение, множество степени, бесконечности, затем все аксиомы выделения, регулярности и аксиомы выбора. Но вот все аксиомы системы z, кроме аксиома экстенсиональности и аксиома выбора, мы можем вывести из итеративной концепции. О них чуть подробнее позже я скажу. Значит, рассмотрим систему z и, в частности, аксиомы замещения. z у нас получается, если мы берем систему z, цермеловскую, и добавляем все аксиомы замещения. Аксиомы замещения может быть представлены вот в таком виде, где f это некоторое функциональное условие. Из Френкеля, Бархилла и Леви помню, что там функциональные условия используются. Аксиомы замещения, вообще говоря, можно вывести в расширенной теории стадий. Для этого нужно принять в качестве аксиом все возможные постановочные случаи следующего принципа. Если каждое множество коррелирует с поменьше мере одной стадией, то для всякого множества z существует стадия s, такая, что для каждого элемента w и z, s является более поздней стадией, чем некоторая стадия, с которой коррелирует w. Однако этот принцип выходит за рамки изначальной итеративной концепции, той, которую мы неформальным образом формулировали. И, кроме того, у нас возникает некоторое затруднение с моделями для l. Поэтому аксиомы замещения не следует из итеративной концепции. Вот, честно признаюсь, затруднениями с моделями для l, которые показывают, что аксиомы замещения невыводимы из итеративной концепции, я не смог разобраться. Вот. Ну, коротко можно пояснить некоторые идеи, связанные с аксиомы замещения, следующим образом. Вот. Стадии мы можем отождествить с некоторыми последовательностями множеств, которые обозначаются как r с индексом альфа. И альфа — это некоторый номер стадий. Вот. Эти последовательности множеств мы можем определить с помощью аксиомы замещения. Тогда у нас получится следующее. Мы можем сказать, что s является стадией, если существует альфа, такое, что s совпадает с r с индексом альфа. То есть если стадия совпадает с некоторой последовательностью множеств. Затем x сформирована на стадии s, если x является подмноженным s, и x не является элементом s. Затем мы можем сказать, что s — это стадия, которая является стадией более ранней, чем некоторая стадия t. если существует альфа и существует бета, такие, что r равно r альфа, и t равно r бета, и альфа меньше, чем бета. Вот. Таким образом мы можем получить все аксиомы теории стадий, и даже некоторые более сильные варианты теории стадий, в качестве теорем системы ZF. Ну, то есть ZF позволяет выразить все первопорядковое содержание теории стадий. И получается, что теория стадий — это как бы частный, ну, лишь часть теории ZF. Вот. Аксиомы замещения оказываются невыводимыми, но при этом желательными. Помимо итеративной концепции, с их помощью можно вывести и бесконечную теорию бесконечных чисел, а также получить обоснование индуктивного определения на основе вполне фундированных отношений. Ну, вот. То есть аксиомы замещения — достаточно мощный инструмент, и мы итеративную концепцию с их помощью можем вывести, и некоторые другие теории, которые для нас являются желательными. Вот. Надо теперь отдельно поговорить о некоторых оставшихся аксиомах, в частности, это аксиомы экстенсиональности. Она имеет особый эпистемиологический статус, может казаться даже, что она является аналитической. Ну, вот. Поскольку в понятии аналитического имеются некоторые сомнения, мы все-таки не можем однозначно сказать, что она действительно является аналитической. Однако обоснование принятия этой аксиомы вполне схожи с обоснованием принятия аналитических предложений. У Булоса приводятся примеры в духе «Все холостяки являются неженатыми мужчинами». Ну, потому что определения такие. Если мы в данный момент выбрали такие определения, то вроде как это должно быть аналитическим. Хотя с понятием аналитического все равно есть сложности. Да, это мы рекомендаем сквально. Вот. Дело в том, что если некоторая теория не принимает аксиому экстенсиональности, то эта теория не может быть названа в теории множеств. Вероятно, мы даже можем сказать, что аксиом экстенсиональности в некотором смысле скрытно определяет понятие множества и элементов множества. Теперь по поводу аксиомы выбора. Аксиома выбора в этой статье обсуждается в ее рассловском варианте в виде аксиомы мультипликативности. Формулируется следующим образом. Для всякого непустого дизъюнктивного множества х существует множество представителей, содержащие ровно по одному элементу из каждого элемента х. Аксиома выбора независима от ZF и от теории стадии. И чтобы вывести аксиомы выбора из атеративной концепции, требуются некоторые дополнительные аксиомы. Но дело в том, что эти аксиомы будут включать в себя аксиомы выбора или же некоторые эквивалентные ей утверждения. То есть если мы хотим вывести аксиомы выбора из атеративной концепции, то мы по сути вынуждены принять то же самое решение, которое мы принимаем касательно того, принимать само аксиомы выбора или нет. То есть мы заранее должны решить, верна аксиома выбора или неверна, для того, чтобы под нее подстроить нашу теорию стадии. Обоснование аксиомы выбора предполагает, что множество представителей построено на некоторой стадии, но откуда мы можем знать, что оно действительно построено? Вообще кажется очевидной, что на некоторой стадии формируется множество представителей. Но дело в том, что мы не можем показать, как это происходит, поскольку мы не знаем саму процедуру формирования. На основе чего выбор, который у этих самых представителей осуществляется. Мы не можем показать, как это происходит, поскольку мы сами не можем произвести выбор этих представителей. В частности, это касается особенно бесконечных множеств. Следовательно, обоснование принятия аксиомы выбора не может быть получено из итеративной концепции множеств. Тем не менее, БОС отмечает, что это вовсе не означает, что аксиомы выбора является какой-то неочевидной или ущербной, или нужно ее отбросить. Просто она не обосновывается итеративной концепцией. На этом мое выступление завершено. Если у вас есть вопросы, задавайте. — Большое спасибо, Лев. Очень интересно, содержательно. Как обстоит дело с нечистыми множествами? Как я понял, итеративная концепция строится именно для чистых множеств. — Она может строиться и для нечистых множеств. Единственное, для того, чтобы получить ZF, ZF и ее расширение, нам нужно иметь дело только с чистыми множествами, поскольку они говорят... Ну, то есть в ZF и всех расширениях не предполагается существование индивидов. А вообще итеративная концепция работает, в том числе и если мы предполагаем, что индивиды существуют. — Ну, это интересно. Мне кажется, что это выводит за рамки мыслимого. Главная проблема, видимо, состоит в том, что мыслимое и, возможно, у нас необходимо будет подзержаться. Если мы говорим о существовании того, что нами не построено, о существовании этих множеств, то мы выходим за рамки мыслимого, это может быть эффективным. — Может быть, в какой-то ситуации возникают с этим проблемы. Наверное, если предположить бесконечное количество индивидов, но если мы предполагаем вполне различимые индивиды, и конечное число, например, вот у меня на столе сейчас стакан стоит, и я не знаю, я не могу. Это вполне себе различимые индивиды. Соответственно, мы с помощью итеративной концепции можем строить на нулевой стадии мы строим все возможные множества. У нас будет множество из ноутбука и стакана, множество из стакана и множество из ноутбука. Соответственно, на следующей, на первой стадии у нас все возможные множества из того, что уже построено, строится и так далее. То есть, вроде как, проблем не возникает. Может быть, если у нас бесконечное число индивидов, тогда у нас будут какие-то сложности. Ну да, наверное, с бесконечностями только сложности. Если существуют немыслимые бесконечности, это, наверное, создаст проблемы. Да, и, видимо, еще те же самые замечания, которые волосы вначале стаканы высказывают по отношению к наивной теории множества, они тоже могут иметь место в данном случае, когда, например, одно из замечаний было, что должны существовать такие объекты, которые не являются хорошо различивыми. Что делать с такими объектами? Если мы их не можем различить, как мы их множеством составляем? Да, да. Ну, это, видимо, в чем-то сходно с проблемой существования индивидов. Ну, в общем-то, суть этой статьи заключается в том, что вот есть аксиоматизация теории множеств Z, Z, F и их расширение, и они мотивируются не только тем, что стремятся избавиться от парадоксов, но они описывают вот эту итеративную иерархию, которая в некотором смысле является естественным и последовательным представлением того, как у нас это устроено. Ну, и второй вопрос. Мне очень показалось, что итеративная концепция походит на теорию типов Бертрана Рассела. Вот. И хотя может быть, что она дает и что-то большее, чем теория типов Бертрана Рассела, но для этого нужно найти какие-то следствия, которые мы не можем получить в теории типов Бертрана Рассела. Вы не усматриваете такие следствия, которые выходят за рамки возможностей теории типов? Я не знаю. как ответить на этот вопрос. Потому что для этого надо очень внимательно посмотреть собственно теорию типов Рассела. Вообще говоря, БОС в этой статье отмечает, что действительно один из источников служит работа Рассела. Правда, он не говорит какие-то конкретные. Ну вот, было бы очень интересно, если бы такие следствия имелись. Пока что не видно, где их искать. Так, ну... У меня есть вопрос по поводу нефундированных множеств. Где-то там вначале было дано их определение и сказано было, что это немногим менее патологично, чем множество, принадлежащее сами себе. мне не очень понятно, в чем именно патология. Да, вот нефундированное множество. Значит, нефундированное множество определяется как множество, которое принадлежит некоторому множеству Z и каждый из элементов которого имеет общий элемент Z. Ну, это ситуация почти такая, же, как и в случае, когда у нас есть множество, которое там само себя содержит. Можно как-то наглядно, более наглядно продемонстрировать, к каким противоречиям это приводит. Может быть, я плохо понимаю определение, но на первый взгляд ничего такого страшного, настолько контринтуитивного, как множество принадлежащее само себе в нем не сказано. Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, понятно, почему нефундированное множество противоречит принципам итеративной концепции множества. А почему это в принципе патологическая ситуация непонятно. А еще вот в этой формуле, которая первая на данном слайде, тут же все-таки равенство? Может, там принадлежность должна стоять? Я скажу, что там должна быть принадлежность, но кажется, в книжке равенство. Правенство. Или имеют в виду, что в книжке опечатка. А вот каково определение нефундированного множества? Не совсем понятно. Как определяются нефундированные множества? принадлежащего множеству Z, каждый из элементов, которого имеет общий элемент Z. Так может, это какой-нибудь аксиомой противоречит? А, ну так в итеративной концепции множество такие странности не имеют места. Но это должно быть хорошо. Да, но вопрос, что же это за странности такие? Непонятно, как мы можем допустить существование нефундированного множества. Как его допустить? Вот я не уверена, что речь идет о том же самом, но насколько я знаю, вот математик по фамилии Барвайс, с работами которого я знакома по другому поводу, он как раз отстаивал значит теории нефундированных множеств. Возможно, он понимал под этим что-то другое, но тем не менее у него вроде все получалось. Вот, я понял, кажется, в чем здесь проблема. Значит, нефундированное множество принадлежит множеству Z, каждый из элементов которого имеет общий элемент Z. То есть, не получается ли так, что у нас это нефундированное множество в некотором смысле должно само себя содержать? Может быть, я неправильно воспроизвел это определение? Сейчас надо посмотреть. на 18-е статусе. Да нет, в книжке написано то же самое. Я, собственно, его в книжке изначально подчеркнула, имея намерение спросить. Ну и как бы вот на слайде определение ничем не отличается. Возможно, какая-то просто не очень удачная формулировка, из которой создается ложное представление о том, что это должно означать. У меня на самом деле есть предложение. Я не знаю, как, кто, но лично я как-то вот по этой статье не чувствую удовлетворенности и у меня нет ощущения, что ее содержание достаточно уложилось в голове. и в связи с тем, что у нас образовалась некоторая заминка в том, как темы обсуждений следуют друг за другом. Может быть, мы вне зависимости от того, возьмет ли кто-то через неделю следующий доклад по Фрэнке Любахилу и Леве вернемся изначально к обсуждению вот этого момента. Ну и, может быть, еще каких-то вопросов по этому докладу, которые могут возникнуть на самом деле. Потому что, если честно, я не успела дочитать статью и поэтому следующие части доклада, вот те, которые про систему Цернела Фрэнкеля я я, в общем, не смогла докладно воспринять. Возможно, я дочитаю и у меня будут еще вопросы. Мне представляется необходимым, во-первых, разобраться с определением нефункированного множества, посмотреть его в каких-то других источниках, может быть, посмотреть пояснения к тому, почему кто-то может считать, что они патологичны. я попробую найти или даже не найти, может быть, она у меня даже уже есть, книжку Барвайса про нефундированные множества, посмотреть, что он там об этом говорит, то ли он имеет в виду и почему с его точки зрения нефундированные множества не составляют проблемы. Ну, у меня тут вроде бы появляются некоторые соображения. по поводу нефундированных множеств. Соображение следующее. Вот на 18-й странице еще раз прочитаем это определение. Там говорится, что x является нефундированным, если x принадлежит некоторому множеству z, каждый из элементов которого имеет элемент общий z. Каждый из элементов которого имеет элемент общий z. множество допустим мы сделали множество например такое множество которое содержит в себе множество содержащее a затем это первый элемент множество z затем z содержит в себе множество содержащих b и например содержит в качестве третьего элемента содержит множество которые содержат в себе множество содержащих a и множество содержащих b то есть пару то есть пару вот этих двух симптом соответственно здесь говорится что каждый из элементов z имеет в качестве элемента нечто в общих z но вот это множество например она не будет таким да если мы возьмем вот это вот большое множество то есть 3 3 элемент z она конечно содержит себе в качестве элемента нечто общее след а именно содержится инклитон из а и синглитон из b они там действительно содержит а если мы возьмем синглитон из а то вот это определение предполагает что этот самый синглитон содержит себе в качестве элемента что-то что является общим z но взят у нас нет ничего такого то есть там синглитоне содержит только а а у нас нету такого элемента взгляд как а то есть это множество ну хорошо а если это будет просто если во множестве z будет содержаться множество и каждом элементе z также содержаться в чем проблематичность но вот так сейчас но так это все равно не фундированное множество потому что он то есть она не является не фундирован и фундированным да в каждом множестве есть пустое множество она нет его нету в каждом множестве она является под множеством каждого множества но не элементом ну да попал под множеством а здесь об элементах резки то есть вот это множество которое содержит пустое синглитон из пустого мы берем например синглитон из пустого то для него выполняется что его элемент пустое множество оно также есть для него это выполняется но если мы возьмем пустое поскольку тут говорится что каждый из элементов z имеет какой-то элемент то тогда поскольку пустое множество элементов не содержит соответственно у него нет никаких общих элементов ни одного значит это множество тоже является фундированным мне кажется что не фундированное множество согласно вот этому определению они должны быть примерно такими же как и множество всех может только в них сколько как сказать ну скажем так очевидно смысле ну то есть давайте допустим допустим есть некоторое множество x она является нефундированным то есть она принадлежит какому-то множеству z такому что каждый элемент z имеет общий элемент с множеством z и мы берем вот это самое нефундированное множество то есть в этом множестве x нефундированным должен быть такой же элемент который есть а ну понятно но раз этот элемент также содержится z то и в нем должен быть какой-то элемент который тоже содержится но раз этот второй элемент то и в нем и так далее так что но возможно тогда но то есть получается примерно такая ситуация как вот циклической патологии там раньше в тексте на там где говорится о том что вот есть там два множества которые друг дружку содержит качестве элементов три множества и так далее здесь у нас как бы вот опосредованно содержит себя в качестве элемента мне кажется что содержать содержание именно себя в качестве элементы здесь не вывести просто получается какая-то бесконечная вложенность все то есть это действительно странно но не вполне понятно чем это плохо можно ли из этого вывести какие-то парадоксы или нет напоминает фрактал чем-то ну может патологическое есть странная в патологии ведь вполне существует ну получается так что если у нас некоторое множество содержит помимо каких-то других элементов еще и само себя то она точно является нефундированным да получается что так вот тогда возникает вопрос может ли существ можно можно ли себе помыслить какое-то множество которое является нефундированным и при этом сама себя не содержит на первый взгляд это было бы парадоксально знаю я не вижу здесь парадокса да надо разбираться вот между прочим в википедии понятие фрактала определяется через понятие множество но вообще есть я нашел что есть действительно теории может которые так и называются теории нефундированных может и например там что делает там аксиома фундирования заменяется на набор аксиом которых следует отрицание аксиома фундирования и при этом она не противоречивая получается если она окажется непротиворечивой то тогда аксиома фундирования будет независимой вот соответственно всех остальных аксиом причем написано что из системы zfc без аксиома фундирования можно аксиома фундирования вывести в качестве теории и соответственно потом аксиома регулярности мы же можем взять систему zf ну да а вот по поводу барвайса пишут что барвайс использовал понятие гипермножеств вот и гипермножеством как раз таки называется множество которое не обязательно является вполне фундированным